МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 ноября текущего года в адрес регионального правительства от инициативной группы граждан Теренгульского района поступило 119 сообщений. В максимальном количестве писем, а это 33% от общего числа корреспонденций, поднимается вопрос дорожного хозяйства и содержания автомобильных дорог. Среди актуальных тем для теренгульцев также является газификация. Есть просьбы и адресного плана. Это, конечно же, ремонт школ в Исашиной, в Скугаревке, в Солдатской Тошле. Кардиологический центр Солдатская Тошла. Хотелось бы, чтобы его отремонтировали, подъездные пути были отремонтированы к этому центру. Откровенный разговор показал, здание кардиологического центра с вековой истории капитально отремонтируют в следующем году. Подходить к вопросу реставрации будут комплексно. Есть четкое понимание того, что ни о каком сокращении ни штата, ни уменьшения коеточного хода не будет. А наоборот, четко заявляем о том, что это будет отремонтировано согласно современных стандартам, которые Сергей Иванович приняли. Данное помещение будет максимально удобным для пациентов, так и максимально удобным для медицинского сообщества. Участники разговора обсудили ремонт Дома культуры в селе Подкуровка. Сейчас в рамках программы «Народные инициативы» на первом этаже клуба заменили окна и двери. Однако это не меняет положение. Культурно-досуговый центр находится в плачевном состоянии. Ситуацию изменит дальнейшая реконструкция. Планируется, что в 2018-м ремонтные работы в рамках программы продолжатся. Нам уже в этом году как минимум проводку мы заменим и приступим к ремонту потолка, полок. Ну и понятно, что там надо красить стены. Поэтому мы, Сергей Иванович, предполагали, что где-то через месяц-полтора максимум мы объявили двухклинический контракт для того, чтобы уже, если клуб поставили на ремонт, значит нужно его доделать целиком. Темой для обсуждения стал и цементный завод. Председатель регионального правительства еще раз заверил коллег и местных жителей. Площадка под строительство найдена. Это будет самое экологически чистое и самое дальнее цементное производство в стране. 10 километров от ближайшего населенного пункта. Мы понимаем, что она может быть не всегда удобным инвесторам, но мы понимаем, что пожелания жителей в этой части имеют приоритетное направление. И в дальнейшем мы думаем, что эта площадка может стать очень серьезной стартовой точкой для развития, в целом, очень серьезной инвесториальной правительства. В довершении Сергей Морозов отметил, что у Теренгульского района есть все шансы попасть в ассоциацию красивых деревень России и мира. Главное – сохранить и кое-где восстановить уникальную часть района. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова